Тверская область готовится к празднованию 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Подготовку к событию обсудили в региональном правительстве в этот четверг, 18 марта. Об итогах заседания Наталья Чекет. Еще при жизни современники называли основателя Троицкого монастыря в Калязине великим и святым старцем. Его считали продолжателем духовных подвигов Сергия Радонежского. Святой пользовался почтением. За благословением к нему шли все простые люди и властимущие, а также путешественники. Поэтому память о житии преподобного Макария Калязинского, покровителя и заступника Калязинского, бережно хранится многими поколениями. И в наше время имя преподобного много значит для Тверской области и ее жителей. Масштаб его личности, его подвиги, они очень важны и сегодня. Потому что это действительно один из образцов не просто воплощения христианской морали, но и образцов поведения человека, который хочет сохранить статус пречного человека. То есть живет так, чтобы людям, которые собираются вокруг него, жить было легко. Во время обсуждения предстоящих праздничных мероприятий губернатор Игорь Рудене подчеркнул, что Тверская область имеет большое культурное и историческое значение. И подготовка к будущему празднику 500-летия обретения мощей Макария Калязинского должна вести тщательным образом. Мы не просто исторические города, а мы сегодня территория, которая имеет огромное культурное значение, огромное историческое значение, для того, чтобы понимать, как развивалась центральная Россия. Тверская область и Калязин, и Кашин, которые рядом с ним находятся, что это не просто исторические центры в прошлом, а что это хранители наследия, которые сегодня могут все это показать, сегодня могут дать возможность молодежи представить, какой уровень развития был 500 лет назад на нашей земле. Знаменательную дату 8 июня отметят в Калязинском районе. К этому времени пройдет ряд мероприятий, среди них проведение церковных, культурных и научных, а также выставок и специальных конкурсов. Знаменательная дату 9 июня отметить в Калязинском районе.